Сладкий и полезный или водянистый и ядовитый. В августе почти каждый из нас задается вопросом, как же правильно выбирать арбуз или дыню. Профессиональным секретом с нами поделится продавец Юрий. Юрий, здравствуйте! Давайте начнем, покажите, как нам правильно выбирать арбуз. Ну, прежде чем выбирать арбуз, смотрим сначала целостность арбуза, по кругу все проверяем, чтобы никаких мяти не было на арбузе. Смотрим на пятно, если большое желчее пятно, арбуз долго созревал, лежал на земле, на солнышке, он уже созрев. И конец арбуза уже ветка высох, арбуз готов к употреблению. Арбуз не музыкальный инструмент, но звуки он издает. Для определения спелости стоит похлопать по нему ладонью. По словам Юрия, при постукивании звук должен быть глухим, а не звонким. Это же касается дыни. Чтобы выбрать медовую и сладкую, стоит оценить и внешние данные. Окрас должен быть равномерным, без зеленых пятен. Хвостик сухим, а носик мягким. Чтобы избежать неприятных последствий в виде отравлений, эти фрукты и ягоды можно покупать только в специально оборудованных местах, на рынках и в магазинах. Ни в коем случае нельзя приобретать сезонные радости на трассах. Кожура имеет свойство впитывать токсины и соли тяжелых металлов. Ни в коем случае арбузы и дыни не должны находиться на земле, они должны быть на поддонах, на навесах располагаться, покрытые тентом, то есть прямые солнечные лучи также не должны попадать. Разрезанные, треснутые арбузы и дыни покупать ни в коем случае нельзя. Их продажа и вовсе незаконна. Дело в том, что на срезах с молниеносной скоростью размножаются патогенные бактерии. Половинки арбузов могут служить лишь выставочными образцами. Никто не застрахован от приобретения несвежей продукции. Если вдруг не повезло, покупатель имеет право вернуть потраченные деньги. Если продавец не согласен, необходимо составить претензию. Указываются требования, то есть дата, время приобретения, какие денежные средства были уплачены за данную продукцию и выставляются свои требования. То есть прошу вернуть денежные средства за приобретенный некачественный товар. Деньги должны вернуть в течение 10 дней. Если продавец претензию рассмотрел, но возмещать ущерб не торопится, необходимо обратиться в суд или Роспотребнадзор. При отравлении бахчевыми культурами необходимо вызывать скорую и фиксировать этот факт. Так можно в судебном порядке отсудить у предпринимателей сумму за лечение и связанные с ним расходы. Конечно же, эти неприятные хлопоты лучше предотвратить. Сделать это можно, выбирая сертифицированную продукцию. Это в обязательном порядке накладная, акт фитосанитарного контроля и декларация о соответствии. То есть все те документы, которые говорят, что данная продукция выращена в хозяйствах, которые юридически зарегистрированы, находятся под контролем. Акт фитосанитарного контроля подтверждает безопасность местности, в которой выросли звезды летнего стола. Каждый покупатель имеет право ознакомиться с этими документами. Их можно смело спрашивать и на рынке, и в супермаркете. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.